Уточнение границ национального парка Тогул обсудили на первом в этом году заседании рабочей группы в Министерстве природы и экологии Алтайского края. Мероприятие по каналам связи интернет приняли участие представители Минприроды России. Со слов участников, создание национального парка позволит привлечь дополнительные федеральные средства в экономику региона, а также развивать туристический потенциал Алтайского края. У нас появилась уникальная возможность с точки зрения послания президента, помните, прошлогодняя майская, которым четко и ясно были обозначены основные векторы в развитии экологического благополучия Российской Федерации, а в целом и земного шара как такового, где перед нами была поставлена еще одна задача Алтайский край, состав приоритетных субъектов Российской Федерации по развитию особо охраняемой природной территории нам поручено. Для национального парка есть две равнозначные задачи. Первая – это охрана природы, вторая – это развитие экологического туризма и познавательного туризма. В ходе обсуждения выяснилось, что общая площадь нацпарка Тогул уменьшилась до 160 тысяч гектаров. Жители четырех районов, входящих в зону парка, настаивали на исключении из проекта особо охраняемых территорий – пастбища, накосов и иных земель сельскохозяйственного назначения. Были также претензии, связанные с возможным запретом на добычу древесины, поскольку большинство жителей Заринского, Тогульского и Солонешинского районов отапливаются дровами. Окончательное установление границ территории парка с последующей постановкой на кадастровый учет запланировано на текущий 2020 год.